МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вітает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуем Марина Джала. Глядите в этом выпуске. Вышли в поле. Буйная парта новых белорусских комбайнов начала працевать в Грузии. В 80 славных годах у расисты сход на годы юбилея Аблспожил Союза прошел сегодня у Гомеля. У знакарода за каханье и верно. Семь гомельских семей отримали памятные медали. Каникулы с корыстью. Сегодня на базе Белдута открылся военно-патриотичный лагерь «Курсант Ты». А зараза б этим и иншим больше подробязна. Буйная парта новых белорусских комбайнов приступила до работы на полях Грузии. Официйная церемония ввода эксплуатации збожжу-борошной техники отбылась на сельскох-гасподарших угодзях у регионика Хетия, поведомляя Белта. Грузинский бок высоко оценил якость белорусских комбайнов. Специалисты подкреслили, что по эффективности работы техника не соступая иншим сусветным брендам в этом сегменте. Белорусский бок затекавлен и далее поширать присутность своей сельскох-гасподаршей техники у грузинских регионах. При этом акцент робится не просто на поставках, алей на навучании грузинских специалистов, эксплуатации и организации сервисного обслугования. Нагадаем, планы на поставку у Грузию першой парты из 30 белорусских комбайнов КЗС-10 и КЗС-812 были огучены намесником премьер-министра Беларуси Михаилом Русым напереды дни Саковицкого визиту у Грузию президента Александра Лукашенки. Предприемство Коминтерн выключено с составу Белляхпрама. Прошение о выходе с концернафицины опубликовано на национальным правовым интернет-портале. Предприемство переходит в коммунальную властность. Коминтерн был створен в 1919 году, является одним из старших и самых буйных предприемств нашей страны. Основу ассортименту складают мужчинские костюмы, что месяц тут выпускают больше 30 тысяч одинок продукции. По прошлой годы Коминтерн четыре раза отримывал премию Рада у Голиня Якости. В Гомельскому Аблспожилу Союзу 80. Рашистый сход на годы юбилея прошел сегодня областным драматичным театры. На его были запрошены как ветераны кооперации, так и девчие работники, лепшие в своих районах. История досягнений Гомельскому Аблспожилу Союзу в материале Дмитрия Котова. 80 годов историю пишем разом. Гэты лозунг добра длюстровывая концепцию свята. Спочатку историчный экскурс. На специализованной выставе можно доведаться, как працавали кооператоры некальки десяти годов тому. Светлана Шинкарова у системе Гомельскому Аблспожилу Союзу працавала больше, как 30 годов. А мальполову з'их узначаливала управление гандлю организацией. Зараз узгадывая, працавала не самых легких. Однако на иншую сферу деятельности ЕП николи не променяла. Тогда было очень тяжело. Тяжело то, что мы переходили на самообслуживание. Раньше торговля была через прилавок. Потом пошли бы на самообслуживание. А это все реорганизация, это все реконструкция, торговые сети во всех районах. И вот сплошные командировки, новые торговые оборудования устанавливались. А вообще работа была и тяжело, и легко. Но интересно. Починается свято-згимно с поживецкой кооперацией. Его выконвая коллектива Мастацкой самодеянности Добружского рай спожил Союза. Гомельский абл спожил Союз был организованный в 1938 году. Празнекольких годов в Украине выпало найтяжкое выпробование. Почалась великая чинная война. Многие супрационники пошли на фронт, да и у целым экономичная ситуация была вельми складанной. После завершения боевых деяний, уразом с обновлением народной господарки, распошалось и поступовое развитие облспожил Союза. Шарговый складанный период истории связан с шарнобыльской трагедией. Олег Аликтыев заусёдый изнаходил в Уисте. Во все времена я хочу сказать, что корректив нашего облупотребсоюза отличал от того, что это очень работоспособные люди, очень высокоответственные люди, очень сплочённый корректив у Гомельского облупотребсоюза. Я хочу сказать, что нет таких задач, нет таких вопросов, которые бы были не по плечу для решения нашему коррективу. В Гомельске облспожил Союз в сёнях это 17 районных спожилетских товарыстов и 10 унитарных предприемствов. По выника господарше финансовой идейности великий коллектив, заусёдый займая призовые места Украине. А госпожа Союз займая значное место у экономицы нашего региона и до того же выконывая важную социальную функцию – организацию гандлю у сельской мясовости. Мы всё-таки обслуживаем более 70% сельского населения нашей области. Это менее платёжноспособный класс населения области. Поэтому нам сложнее сегодня, чем кому бы это ни было. Но тем не менее, даже в этих сложных условиях, работая отдельные коллективы, ну, большинство даже коллективов покажут стабильную, нормальную работу, пусть она не такая высокорентабельная, не очень прибыльная, как хотелось бы и доходная. Но тем не менее, это позволяет коллективам держаться на плаву и выполнять те социальные функции, которые возложены на нашу организацию. У делу в святочном мероприемстве приняли кировники, работники и ветераны Галины. Сгодно с доброй традицией захвошены лепшие супрацовники и коллективы за продуктивную, шматгадовую працу и особистый уклад. У развития споживецкой кооперации региона переможцы у разных номинациях узнагороджены гоноровыми грамотами Гомельского Абл-Выконкама и Областного Совета Депутатов, правления Белкапсоюза и Абл-Спожилсоюза, а так само Галинового профсоюза. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Представники Мясовых Уладу у суботу у 7 лепеня знову готовы выслухать звороты грамадян. У Гомельске Мабл-Выконками на правой линии будет дежурить старшиня областного Совета Депутатов Катерина Зинкевич. Номер телефона 33 12 37. Звонки, як звычайно, принимаются с 9 и до 12 годин. В этот час на связи будет наместник старшиня Гомельского Гар-Выконкама Виталь Атаманчук. Номер телефона 75 19 54. Выники централизованного тестирования подвела Гомельская областная комиссия по контролю за ходом подрыхтовки и проведению уступных выпрабований. Ненадеянщая на базе комитета державного контроля Гомельской области. У написания тестовых работ в нашем регионе приняли удел 36 420 абитуриентов. По разных причинах больше 2 тысяч человек на тестирование не з'явились. У целом выпрабований прошли организованно с захованием принципу створения ровных махчимостей для абитуриентов. Однако не обошлось и без порушений. При проходжении ЦТПа математиции, физиции и замежной мове 4 человеки были отхилены за пронос мобильного телефона. Сегодня день проведения резервового тестирования. Кино пройшло на базе БДУ. Выпробований так само запланованы на 8 и 10 липеня. Сегодня на базе белорусского державного университета транспорта открылся военный патриотичный лагерь курсант ТЫ. Первая змена объеднала 25 подлетков, которые находятся на разных видах профилактического улики. В следующем дивидене будут жить как праведные курсанты военно-транспортного факультета Билдута. Каждый день расписаны по хвилинах. Строгий режим объеднали с насыщенной культурной и спортивной программой. ТЫ подлетков организуют экскурсию в войсковую часть, Центр безопасности ЛИЦ МНС, так само музей, с письменниками Гомичины. Сумовать, а уже тем больше шукать рискованных пригод юнакам будет неколи. Ребята будут жить таким военным уставом, так как они находятся у нас на базе военно-транспортного факультета и живут в казарме вместе с учащимися Билгута, то будут подчиняться их законам. Кроме того, в этом году мы завязали, скажем, такое сотрудничество с кинологической службой нашей, то есть познакомим ребят с этим направлением. Заденечены у работе лагера будут установы эдукации, культуры и спорта, правоохонные органы и громадские организации. Другая змена стартует 16 липеня. Партизанскими стежками Бранщины на международном патриотичном фестивале побывали и представники Гомельской области, активисты Белорусского Республиканского Союза Молоди и Белорусской Республиканской и Пионерской Организации. Урачисты мероприемств в Бранску прошли с нагоды Дня Партизан и Подпольщиков. На площади Партизана отбылся урачисты митинг. Гоноровыми гостями мероприемства стали ветераны Великой Чинной Войны, а так само молодежные делегации регионов Беларуси, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Молдовы. Протягнулись мероприемства на мемориальном комплексе Партизанская Поляна. Это героичное место, где у годы Великой Чинной Войны формировался партизанский рух. Тут же отбылась передача земли у военным патроне с места заснования первого на Гомершине партизанского отрада Большавик. Официальные представители детских и молодежных общественных организаций Гомельской области решили внести свой вклад в развитие музея вашего. В Гомельской области также было организовано партизанское движение. Первый отряд, который был основан на нашей земле, назывался Большавик, был организован 17 августа 1941 года. И вот как раз место основания этого отряда торжественно передаем вам на хранение в ваш музей. 8 липень православный означает день семьи, кахания и верности. Свято промеркованы до дня памяти Петра и Феуронии. С этой нагоды в Российском Центре науки и культуры в Гомеле провели ушинование семейных пар, которые много годов прожили в Кахании и взаиморазумении. Тему протягнет Евгения Кухаронии. Свято семьи, кахании верности промеркованы до дня Петра и Феуронии означают с 2008 года. Идеи належат джихарам города Мурома в Владимирской области России. И навед тут находятся мощи святых мужей жёнки Петра и святошное мероприемство в Российский Центр науки и культуры у Гомеле запросили семь пар. И они представляют собой приклад союза заснованного на Кахании верности и взаиморазумении. В наше время придумали такой интересный праздник, который не чемпионы по бегу, не лыжники, не футболисты, а просто хорошие семьи, хорошие, удачные семьи, которые воспитали детей хороших и уже внуков воспитывают. Свято мая памятный медаль. Гэты у святочные дни как раз и отримливают не за спортивные досягненья, а за життёвый шлях, и какие семейные пары пройшли разом. Многие из них познайомилися подчас учебы у школе ЦВНУ и с того часу не разлучалися. Цекаво было доведеться учим секрет семейного счастья, якой заховывается раз десятки годов. Да нету никакого секрета. Просто связал Господь верёвочкой, узел наверное запутал, и она не развязывается, слава Богу. Я даже не знаю секрета, нет, наверное, любовь взаимная. Вы знаете, мы одноклассники же с мужем, да. В прошлом году у нас была сапфировая свадьба, 45 лет вместе. Наверное, уважение, вера друг к другу. И Лариса Ивановна, что ещё? Подкреплять надо. Вот этому мероприятию точно даст гарантию, что мы но ещё не скоро поссоримся. Не будет погубя. Святосоправды стала добрая подстава для того, как собрать семью за одним столом и узгадать приемные моменты минулого, и сплановать на будущую несуместную поездку и отпочинок. А у молодей есть такое поверье. Шлюп, заключенный 8 липеня, будет долгим и счастливым. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанькот, или Радоэ Кампания Гомель. Мастацкий текстиль прыхажось и корысть. Уникальные рукотворные экспонаты представлены на выставе у Палацы Румянцевых и Паскевича. На выставе можно убачить неполторные по задуме и увасаблении картины на шоуку, мягкие витражи у техницы ласкутного шитя, тканые габелены в народном стиле. Это творшая выраба гомельских и столичных майстров, а так само в экспозицию уключенные предметы из музейного сбора Палацево-Паркового ансамбля. Выстава мастацкий текстиль прыхажось и корысть демонстрия к знайому всем с детинством материал может стать упрыгоживанием интерьеру и быть запотрабованным в побыте. Все, кто хотя бы когда-то в руках держал иголку или все, кто любовался красотой произведения искусства, обязательно должны посмотреть, как это делают мастера, как из ласкутов появляется вдруг пейзаж с рекой, по которой лодки плывут, как сделаны аппликации в авторской технике, какими бывают габелины, украшающие самые значительные какие-то сооружения. Этому надо поделиться и обязательно после этого, наверное, захотеть тоже заниматься творчеством. На открытии выставочного проекта для жадающих научиться уникальному ромянству организовали мастер-класс. ГТ и иншие новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее в эфиры де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Следственный комитет Гомельской области расследует убийство женщины из охотничьего ружья. По предварительным данным преступление совершено на почве ревности. Как выяснило следствие, мужчина вместе с сожительницей приехали в гости к товарищу, чтобы помочь тому убраться в родительском доме. Потрудились, можно и за стол. Все трое приложились к спиртному. После чего обвиняемый решил испытать охотничье ружье в лесу и ушел. Через какое-то время он вернулся и увидел, что в доме по-прежнему находится его сожительница и хозяин дома. По словам мужчины, он очень сильно преревновал свою сожительницу и совершил выстрел из незарегистрированного охотничьего ружья ИШ-17. В результате сожительница была смертельно травмирована. Телесное повреждение получил хозяин дома. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. В данный момент он заключен под стражем. В Чечерском районе в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека. ДТП произошло накануне в 4 часа утра на автодороге границы Российской Федерации Витебск-Гомель границы Украины. 38-летний водитель Ниссана не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате лобового столкновения водитель автомобиля Ниссан Ноут скончался на месте происшествия. Пассажиры женщины и мужчины 48 лет были доставлены в районную больницу, где от полученных травм женщина скончалась. В Мозыре во дворе одного из жилых домов по улице Веры Хоружия в результате наезда автомобиля пострадала пятилетняя девочка. Водитель Митсубиси Аутлендер не заметила, как ребенок выбежал на проезжую часть. В результате наезда девочка получила телесное повреждение и была госпитализирована в реанимационное отделение Мозовской городской больницы. А в Гомеле на улице Тимофеенко пешеход попал под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе. Потерпевший 55-летний мужчина с травмами доставлен в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Очередной соревновательный день на чемпионате Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха, который проходит в польском Люблине, принес гомельским спортсменам еще одну медаль. Оксана Петрушенко и Геннадий Цирон завоевали бронзовую награду в смешанной эстафете. Белорусский квартет показал третье время в заплыве 4 по 100 метров вольным стилем. Лучшие юные батутисти со всей Беларуси соревнуются в Гомеле. Вздюшор номер 4 проходит республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ. Сегодня первый соревновательный день. Победители и призеров в индивидуальных и синхронных прыжках, а также командном первенстве определяют в двух возрастных категориях. По программе мастеров спорта состязаются юноши и девушки возрастом 13-15 лет. По программе кандидатов, мастера и первого разряда 10-12 лет. Победа Владислава Гончарова на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро высоко подняла планку для белорусских батутистов. Между тем, олимпийский успех дал толчок в развитии прыжков на батуте в нашей стране. Стало намного интереснее. Стали больше его показывать по телевизору, стали больше уделять внимание. Поэтому люди стали знать, приводить детей, заниматься этими видами спорта. Также начинают открываться уже школы, где просто можно прийти на батуте попрыгать. Владислав Гончаров уроженец Витебска. Именно этот регион и задает сейчас тон в белорусских прыжках на батуте. Подтягиваются и другие области, в том числе и Гомельская. Все победители республиканской спартакиады Дю США станут известны завтра. В областном центре сегодня завершилось первенство Гомельской области по пляжному волейболу среди девушек 2002-2003 годов рождения. Площадкой для проведения соревнований стал стадион «Луч». На протяжении двух дней победу оспаривали 14 команд. По две пары участницы с Гомеля, Мозыря, Добруша, Жлобина, Кормы, Житковичей и Новой Гуты. С Мозыря, Жемчужина, Полесье довольно неплохо подготовлено. Команда с Жлобина, ЦОР и Новая Гута, Гомельский район. Это те команды, которые уже лет 5-6 хороший уровень показывают. Фавориты оправдали все авансы в итоговом протоколе. Именно команды из Жлобина, Мозыря и Новой Гуты заняли верхние строки общего зачета. В личном первенстве победу праздновала пара Елизавета Климович и Кристина Глушакова. Девушки представляют Жлобин. Соревнования по пляжному волейболу продолжатся и на следующей неделе. Так, 9 и 10 июля состоится областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ. А с 13 по 15 июля Гомель будет принимать первенство Белоруссии среди юношей и девушек 2002 года рождения. Первая команда хоккейного клуба Гомель начала предсезонную подготовку. После медосмотра хоккеисты приступили к тренировкам. Набирать кондиции перед будущим сезоном Ресси будут в Гомеле. Первый выход на лед запланирован на 23 июля. Под руководством Олега Хмыля сейчас работают 30 хоккеистов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.